Друзья, приветствую всех! Это Дичь, Михаил Шительман и я Наташа Влащенко опять с вами. Будем обсуждать дичь последних дней, последних часов. Михаил, добрый день. Да, здравствуйте, Наташа. Ну вот начну с того, что президент Зеленский, который, безусловно, сделал много, вот просто, я не знаю, как у него хватает на это сил все, сделал много для того, чтобы нам дали оружие на Рамштайне, чтобы нам разрешили дальнобой. Но вот я начну с такой очень серьезной дичи. К сожалению, мы пока это разрешение не получили, а последние недели вы знаете, что Украина бомбилась так, как, наверное, не бомбилась у нас с начала войны. И вопрос, в общем-то, очень серьезный. А когда может ли эта дичь быть разрешена? Да нет, серьезный вопрос, серьезный ответ. Дело в том, что во многом прав, наверное, Джон Кирби, который говорит, что вот этим дальнобойным оружием, которое мы просим, то есть просим разрешение бить, мы сможем поразить примерно 10% аэродромов, с которых взлетают самолеты, чтобы нас бомбить. То есть не надо думать, что вот мы это взяли, получили это разрешение и нас перестали бомбить. Это решение для фронтовой линии, не для Львова, не для Киева, не для Харькова даже. Это решение конкретно для линии фронта, где вот можно отодвинуть от линии фронта фронтовую авиацию. А вся стратегическая авиация, которая нас бомбит, или там шахеты, которые по нам запускают, или баллистика, мы все равно не сможем особо с ней много чего поделать при помощи такого разрешения. Ну, хотя, возможно, баллистические ракеты какие-то отчасти можно. Вот, поэтому нет, тут вы как бы, не надо в одну корзину, я бы это не стал складывать наши обстрелы НАС, такие массированные мирных городов, и вот это разрешение. Разрешение необходимо для военных действий, это правда. И сейчас вот Зеленский вчера выдал формулу, на самом деле, да, вчера, по-моему, это было, которая, по-моему, он впервые, как говорится, сознался, тут уже начинаю чуть-чуть шутить, да, сознался чистосердечно о том, какими способами мы раньше добывали любые разрешения на что-нибудь. И я когда-то их прямо так и рассказывал, говорил, мы ищем слабое звено на Западе, начинаем, вцепляемся в него, начинаем зубами прямо буквально вцепляемся вырывать это слабое звено. То есть как слабое звено? Ну вот не знаю там. Вот почему-то вот в этом вопросе, вот именно в этом, вот согласен будет премьер-министр Бельгии, значит, пойти на то, чтобы нам что-то дать. И вот когда премьер-министр Бельгии говорит, да, я согласен, тогда мы подходим к Голландии, говорим, подождите, Бельгия согласна, а что же вы-то нет, как бы, а дальше к Люксембургу. А тут уже когда целый Бенелюкс, мы такие уже во Францию, ну подождите, вот Бенелюкс рядом, да, что вы такое делаете. И мы так всегда делаем. Находили одного, кто согласился, да, там, танки согласилась Англия когда-то, да, там, что-то еще там, ну вот просто по каждому из видов вооружения, по каждому из этого решения такое происходило. Вот, и по Нидерланды согласились первыми на самолеты, а кто-то первым согласился, чтобы мы их оружием. До того, как нам разрешили бить по Белгородской области, нам же разрешили бить по Белгородской области, то тоже какая-то из стран, не помню, первая сказала, вот нашим оружием можно, Швеция, по-моему, и дальше уже понеслось. И сейчас Зеленский ищет это самое слабое звено, он понимает, что он делает, что за один день это разрешение не получит, он ищет тех, кто, ну слабое, в каком смысле, да, для некой, как стена стоящего нашим партнером. И вот найдем одного. Мне кажется, Михаил, что здесь есть примеры новой дипломатии, потому что в мире ничего уже прежнее не сохранилось. И мы говорим, что новое строить архитектуру безопасности, новое экономическое отношение. Мне кажется, новую дипломатию тоже нужно создавать. И она такая, да, она агрессивная, она очень жесткая, но, к сожалению, в современных условиях нельзя. И мне кажется, что он очень правильно это чувствует. Ну да, но у него двойной прием. В этом его методе дипломатии, его и его там всех его соратников, так сказать, да, они же это вместе в одной команде, в принципе, делают, неважно, кто работает, но, видимо, от него это исходит, говорит, что тут две вещи. Вот эта жесткость, совмещающаяся с полной прозрачностью. В этом секрет. То есть просто быть жестким на всяких разных разговорах. Ну, все такие подумают, а он какой-то жесткий, ну его нафиг. А он берет и все придает огласки. Всегда. То есть если вы заметили, вот именно в дипломатии, на, вот, как бы, как сказать, политика Зеленского в том, что поговорили тут же в газете, да, тут же в газете это появляется. Там пришел Макрон, сказал, а давайте вы, может быть, Крым там отдадите россиянам. Бум в газете. И все уже замолкли. Уже все боятся такое говорить. И что ни возьми. То есть вот как-то уже все остальные лидеры вынуждены быть политкорректными. То есть они, никто не посмеет с нами обсуждать какие-то там территориальные уступки. Скажешь, так это завтра будет в телевизоре, что он предлагал России территориальные уступки. Вот. И это важно. И, соответственно, каждый знает, что все, что он скажет, не будет секретным. Макрон даже перенял, кстати, этот прием и стал разоблачать, что ему говорил Путин. Это Макрон перенял у Зеленского что-то интересное. Вот эту вот историю. Вот. А сейчас тоже, кстати говоря, вот по поводу придачи огласки каких-то фактов. Вот сейчас Зеленский поехал когда на Рамштайн пятницу, он там сказал следующее, на Рамштайне выступая, что да, вот, значит, я понимаю, что нужно кого-то сейчас найти, чтобы быть тяжело, того, кто первого согласится, нам дать это самое. Но точно так же мы работали над разрешением бить по территории Крыма. Это вдруг стало. Это новость. Ни разу. Нам за всю войну, за 25-е годы никто не говорил до этого, что, оказывается, нам запрещали бить по территории Крыма. Мы услышали это как уже, а, ну, конечно, сказали немцы, ну, Крым – это же территория Украины, конечно, можно. Оказывается, нам все запрещали вначале. Вот. И это сейчас давление на них, понимаете, что… А сейчас мы расскажем, кто из вас конкретно говорил, что по Крыму нельзя бить. То есть, кто из вас посмел думать, что Крым теперь-то, когда все уже разрешают, получается, это вы, товарищ, значит, посмели думать, что так было нельзя, да? Вот. И сейчас это используется против них. Так что жесткая и прозрачная дипломатия, я бы так назвал. Я очень хотела сегодня вот с вами на дичи именно обсудить этот фильм, который, мне кажется, таким примером не просто дичи, но подлой дичи. Это вот нашумевший фильм, который был показан на Венецианском фестивале «Русские на войне» Анастасии Трофимовой. Это российский режиссер, хотя она делает, что она не российский режиссер, она российский режиссер, где она, как она сказала на пресс-конференции, я не буду пересказывать, суть в том, что она там якобы жила в окопах россиян, контрактников и показывала изнанку войны. И как она сказала на пресс-конференции своей, что теперь не время принимать сторону. И, понимаете, это тем самым она уравняла тех, кто напал, тех, кто убивает и тех, кто защищается. И, конечно же, вот эта новая мода, которую несут такие, как она, в Европу, мне кажется, чрезвычайно опасна. Вот чрезвычайно, Михаил. Но потому что европейцы не всегда могут различить одно и другое. А я бы тут все на другом уровне все это обсуждал. Я был одним из первых, кто поднял шум по этому поводу. Такое, что после того, как я все это рассказал людям, то в Торонто организованы большие протесты, завтра пройдут на эту тему, во вторник. Вы молодец. Прощаюсь, почему, да? Да, вы говорите, чуть ли не в окопах. Так вот самое ужасное, что как раз-таки, да, практически в окопах, это самое опасное здесь. Давайте так, вот если мы начнем спорить, она же как, она же в чем пытается спорить? Ну, этот фильм антивоенный, этот фильм там за гуманизм, этот фильм такой-сякой пятый-десятый. И если мы сядем спорить с ней, как только мы с ней садимся спорить на тему, это антивоенный фильм или это за войну, так это там в поддержку гуманизма или наоборот, то мы тоже с ней садимся, получается, за один стол, уже сразу, да, мы уже с ней сели за один стол и уже вместе обсуждаем, что тут гуманно, а что тут негуманно, кто тут прав, а кто не прав. Вместо того, чтобы сказать, подождите, стоп, значит, кто снимал фильм, так, с какими целями, давайте разберемся. И вот тут начинается то, что мы любим, дичь. Значит, снимала эта женщина, как говорит Путин, этот фильм где? На оккупированных территориях. То есть, начнем с простого. Она пересекла границы Украины незаконно, во время действия военного положения, что наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Проживала она там в течение 7 месяцев. Тоже, естественно, тут уже надо будет доказывать и выяснять, где она ночевала. Но с вероятностью 99% место ночевки она занимала незаконно, потому что вряд ли она платила гривнами в официальной, так сказать, гостинице или как-то это оформляла. То есть, ее русские солдаты куда-то расселяли. Ну, скорее всего, в захваченные дома и так далее. Это еще 3 года. Итого 7 лет лишения свободы. Вот просто только за это уже сразу положено вот этой режиссерке так называемый. Это грубое просто нарушение Уголовного кодекса Украины. Начнем с этого. Дальше. Она рассказывает, вот тут она может рассказать своей бабушке скорее, чем нам эту всю историю, что она случайно в поезде в России познакомилась с военнослужащим, сказала, что у вас там на Донбассе. Он сказал, так вы приезжайте. Она говорит, так как? И она поехала без всяких разрешений, как она говорит, от Министерства обороны России. Поехала на Донбасс, где 7 месяцев прожила с воинскими частями, ни у кого не получая разрешения. Когда она спросила, а как же попасть в Бахмут? И сказали, едьте сами в Бахмут, скажите, что вы чья-нибудь жена. 7 месяцев. 7 месяцев по тылам, значит, российской армии по воинским частям ездит режиссерка и берет интервью у военнослужащих. Да? И мы готовы в это поверить? Вот мы готовы в это поверить? Я нет. То есть каждый... И снимает антивоенный фильм, прошу заметить. Да, не агитку, да, значит, военную. Ага. А почему тогда все остальные сидят в тюрьме, кто просто один пост написал антивоенный в России, да? Каждый, кто написал антивоенный пост, сидит сейчас в тюрьме. Или сбежал в эмиграцию, ну, если бы получилось убежать. Или сидит в тюрьме, или был обменен. А это 7 месяцев спокойно, значит, по тылам, снимало, все такое, без всяких разрешений. И вот кому? Кому это можно вообще все рассказывать? Итого, выводы простые. В отличие от Роднянского, я же не буду, он там выглядит так, это выглядит иногда похоже на то, что это снималось по заказу Министерства обороны или ФСБ. Это снималось по заказу Министерства обороны и ФСБ, Российской Федерации, и, скорее всего, других спецслужб. Безусловно, даже по-другому, просто не бывает. Ну, извините, чудес. Это же не бывает на войне, правильно? Это если бы все равно что рассказать, что украинский фотокорреспондент решил, прошелся 7 месяцев по оккупированным территориям, все поснимал, и пришел к нам, и сделал выставку на Майдане. Смотрите, как происходит. И дальше уже, уже только дальше можно переходить в содержательные части, где она говорит, что нет, никаких военных преступлений не было и так далее. Я, говорит, там ничего не наблюдала, ничего не видела. Солдаты тоже никаких военных преступлений не видели. То есть оправдание русских военных преступлений, то есть все, что она говорит в фильме уже, противоречит чему? Выводам ООН о том, что происходит на оккупированных территориях. Вот доклад ООН, а вот ее документальный фильм. Они на 100% противоречивают друг другу. А дальше начинается, вы говорите, в Европу привезли. Опять, на слабые мы европейцев можно воздействовать какими-то там агитками. Бывает. Но пресекать-то надо на уровне уголовном, сразу, заранее. То есть не то, что там объяснять, вы тут плохой фильм сняли. Фу. Нет, нет, нет. Подождите, подождите. У вас где тут режиссерка Трофимова? А подайте-ка нам ее к карабинерам. Мы ее сейчас арестуем, отвезем буквы. Прямо на сцене можем арестовывать. Не вопрос. Вот это будет художественная акция, когда агента российских спецслужб арестовывают прямо на сцене Венецианского фестиваля. Так она еще завтра представляет этот фильм в городе Торонто, на кинофестивале в Торонто, который тоже гордится тем, что решил это показать. Когда я стал в этом копаться и призвал людей в Торонто как бы устроить некие акции протеста, они обещали, что все завтра будет, то выяснилось все дальше, потому что оказалось, что фильм этот профинансирован правительством Канады. Этот фильм профинансирован правительством Канады. Он профинансирован, точнее говоря, строже говоря, из некоего фонда негосударственного, который финансируется уже государством. И руководит этим, в смысле финансированием, министр по делам диаспоры Канады. Поэтому сейчас там массовые протесты, сейчас там требования в разные органы правоохранительной Канады разобраться с тем, кто принял решение финансировать русский агитационный фильм, кто принял решение финансировать фильм, в процессе снятия которого, съемок которого, как вы понимаете, грубо нарушено украинское законодательство. Это важно. В Канаде сильная диаспора. Я надеюсь, что они смогут разобраться и с правительством. То есть от организаторов фестиваля все, что нужно, чтобы они сняли с проката этот фильм. А вот с правительством придется разбираться. Еще одно для меня непонятное совершенно обстоятельство. Возможно, вы разрешите, потому что мне оно кажется тоже диким. Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против российского госагентства РИА Новости, а также телеканала Russia Today. И вообще всей медиагруппы России сегодня. Мне понятно, что тут следующее, Михаил. Что только сейчас? Ну как это? Я думала... Я была уверена, что против них уже давно введены санкции. Третий год войны. Против них везде введены санкции, кроме, за исключением, Америки. То есть реально везде были введены санкции. В Европе, в Австралии, в Новой Зеландии, в Норвегии, в Японии. Везде санкции против них. К сожалению, кроме Израиля... Как это я проверял... В Израиле, мне кажется, тоже нет. В Израиле нет никаких санкций. Ни одной санкции. Ни против одного российского военного преступника. В Израиле нет. О чем вы говорите? Ну какой Израиль, что вы? Израиль, в общем, выбер... Пока еще сторону не выбрал в этой войне, поэтому... Ну, на политическом уровне. На народном-то выбрал, на политическом нет. Вот. А я единственное, что смог придумать... Ну, это правда, реально моя буйная фантазия эротическая сработала на тему Маргариты Симоньян. Что против нее могли не вводить санкции американцы. Потому что она, может быть, американская гражданка. Ну, точнее говоря, обладательница грин-карта, может быть. Понимаете? Она жила в Америке, и у нее наверняка был грин-карт в этот момент, в какой-то момент. И он мог оставаться. И пока его срок не истек грин-карты, то против нее нельзя вводить санкции было. Но мою версию, конечно, рушит история, почему тогда против Russia Today не ввели. У Russia Today-то, как у канала, никакой грин-карты нет. Но даже там могло, например, быть, что все сотрудники американцы. Такое тоже могло быть с этим Russia Today. Вот, кстати говоря, вот эта режиссерка Трофимова работала на Russia Today. Знаете, в смысле, она снимала до этого фильмы для конкретно канала, по заказу канала Russia Today в Сирии, вместе с оппакационными российскими войсками, там, которые воюют на стороне Асада. Она с ними точно так же ходила. Это так, к слову, уже пришлось. Вот. Но других вариантов у меня нет. Но мы могли забыть. Сидит такой Минюст США, и у них списки-то большие. И там, о, черт возьми. А может, Карамурзас работал, знаете, помните? Карамурзас пришел, говорит, сейчас санкции-то будем, говорит, усиливать. И вот нашел, кого в списке пропустили. И за списком Магнитского наконец-то дошли руки и до Маргариты Симоньян. Но это очень хорошо. Это очень хорошо. Просто жалко, что так поздно. В России возвращается карательная психиатрия. Правда, Белковский мне говорит, что она оттуда никуда не уходила. Но они вернули лечение электрошоком. Если наши зрители, наверное, все помнят полет на днездом кукушки. Вот это что-то вроде этого. Я знаю, что во всем мире давно не применяются такие вещи. Уже очень давно в психиатрии. Но в России вернулись. Видимо, решили, что, так сказать, старый метод лучше любых новых. То есть как бы издеваешься над человеком, пытаешь его и делаешь вид, что его лечишь. Вот и прекрасно. А вы про кого? Кого там? Я просто не знаю, про что вы имеете в виду. Я говорю, что как метод лечения вернули. Нет, но вы же важны, наверное, весь пример. Про кого речь-то идет? С кем там вернулась карательная психиатрия? Я просто не знаю. Может, я не уследил. Я имею в виду, что как метод лечения. Раньше это было запрещено в России. Так же, как и в Европе, и во всем мире. Лечение электрошоком было запрещено. А теперь в Россию опять вернуло. Карательная психиатрия. Вот такая история. Они просто, видимо, решили, что так будет быстрее и вернее. Понимаете? Если что. Вот я об этом. Ну, наверное. Я, честно говоря, за методами медицинскими российскими. Может, у них просто другие лекарства кончились. Санкции же ввели, и у них лечить нечем. А электричества у них много, потому что... Ну, куда им его девать? У них атомные электростанции. И, кстати, можно в Курск свозить всех на лечение электрошоком в России. Потому что там мы же сейчас скоро уже в процессе боев. Отключим Курску АЭС. Вот в целом энергосистемы Российской Федерации. Получится огромная атомная станция простаивать. А так включил ее и, в принципе, привозит туда сколько. А там можно миллионами лечить. Прямо если в одну цепь собрать всех, кого надо вылечить. А там многих надо. Миллионы как раз. Как раз поместятся. Ну, к сожалению, да. Хотя, знаете, я вижу вот отдельное видео, где, дескать, кому-то приходит из наших бойцов в голову показывать о том, что происходит в Украине. И якобы местные жители сидят, смотрят на это и плачут. Не знаю, верите ли вы, что они могли не знать вообще, что происходит в Украине, и как их страна воюет на нашей территории. Например, мне кажется, что самая страшная дичь в прошлой неделе – это похороны во Львове вот этой семьи. Ну, это показали по всем каналам мира. Это произвело колоссальное впечатление на всех, потому что сразу понятно, с кем Россия воюет. Я думаю, что да, что с большой вероятностью, кстати говоря, они могли вообще никогда этим не интересоваться. Потому что там буквально ведь воздух пронизан тем, насколько я понимаю отсюда, я там воздух этот не нюхал, что не интересуйся, да, не интересуйся. Не смотри, что там происходит, не интересуйся. Не интересуйся этими словами, не задавай этих вопросов. Я думаю, что значительная часть населения России, конечно же, просто не интересуется и не задает этих вопросов. Ой, там все, это прямо вот та же история про немцев, которые не смотрели в сторону Освенцима, да, в Ушвейце. Что там, где, кого убивают. Хотя это было в Дахау, по-моему, да, в Дахау не смотрели они, потому что в Аушвейце немцев вокруг рядом было мало. Вот, и да, я думаю, что как раз-таки они не знают. Но то, что им показывают наши там чего-нибудь, тоже вряд ли на них сильно-то воздействует. Но надо будет нашим. Пришло новое начальство, сказало плакать, они плачут. Я думаю, что вот примерно такое у них отношение к тому, что происходит. Вообще, вот знаете, то самое, мало пока о них позаботились, мне кажется, о россиянах. Вот в каком смысле, вот недавно был тут пост, я, честно говоря, не помню, простите, ради бога, чей это был пост, но хороший. Кого-то, по-моему, из российских оппозиционеров, таких настоящих оппозиционеров, настоящих буйных, что называется они, а не вот этой всей европейской интеллигенции. На тему того, что, ну подождите, вот этих людей освободили от путинского режима, там их тысяча, украинская армия их освободила. Ну где, где европейская оппозиция, которая ринулась им помогать? Ну, в смысле, этих людей освободили. Вы должны сейчас садиться, приезжать, начать их учить, правильно, тому, что вот, слава богу, вы теперь освобожденные, освобожденные, свободные россияне и так далее. И им надо давать настоящую информацию. Этим озаботилась российская оппозиция? Вообще нет, как будто это не их люди. Вот что-то, когда были мальчики наши, которые были на территории Украины, они прямо, они как-то вспоминали, что вот там надо им помогать, не надо им помогать. Но этим-то точно вы должны помогать. Но это же ваши граждане, не наши. Вы же русская оппозиция, вы же хотите как раз, вот у вас есть возможность строить Россию без Путина прямо на 1300 квадратных километров. Сколько человек туда из оппозиции приехало строить Россию без Путина? Где они все? Вот ведь какой вопрос. Почему украинские солдаты им что-то показывают? Ну опасно же, опасно же, это же не европейские кофеини. Михаил, не могу с вами сегодня... А вот я думаю, что больше, а я думаю, что не так все. Вы знаете, вот я думаю, что дело, безусловно, не в том, что там снарядом может убить. Потому что, ну давайте так, есть люди, которые сидели в тюрьме ради этого всего. То есть там, да, жизнью-то они рисковать готовы. А вот поехать на освобожденную Украиной территорию Российской Федерации, это же другое. Ну да. Я потом своим согражданам в Красноярске объясню, что я, понимаешь, вместе с ВСУ. Вон как уже Ксения Собчак быстро перекрасилась в сторонницу Российской Армии, прямо ярусную. Нет, мы должны быть в едином порыве на стороне Российской Армии сейчас, когда она защищает. И вдруг почему-то выяснилось, что все позиционеры как-то действительно российские в едином порыве. Как? У них 1300 квадратных километров. Ничего себе. И что, нет? Не поедете? То есть как бы вам вообще вот это все неинтересно? Странно, нет? Мне кажется. Я думаю, что Ксения Собчак начался какой-то следующий новый период после того, как она признала, что у Маргариты Симоньян большое сердце и попросила у нее извинения. Я думаю, что ее поставили, так сказать, в очень серьезную позу. Не могу с вами сегодня не поговорить о Маслякове, который вчера умер. Вы же бывший КВНщик. Да, было дело. Да, тут же много вопросов. Проект, который когда-то начинался как возможное, да, там, свободомыслие, свободословие и так далее, заканчивался ужасно. Ну, по крайней мере, для Маслякова он стал пропагандистом, по сути дела. Он демонстрировал абсолютную лояльность по отношению к путинскому режиму. И там на КВН появились, могли появиться только люди, которые точно так же лояльны и в жюри, и повсюду. Вчера Парфенов, который написал, ну, очень неплохой, такой хороший, благодарственный пост по отношению, так сказать, к Маслякову, все-таки сказал, что он его приглашал только до тех пор, пока он был разрешен на российском телевидении. Я думаю, что таких примеров там было не с числа. А что вы скажете сегодня о Маслякове и вообще о том, как погибала, так сказать, свобода слова в этой стране? Я вот честно никогда бы не сказал, что именно КВН был там оплотом свободы слова. Просто не могу этого сказать, объясню сейчас, в чём дело. Значит, давайте так, ну, КВН, который там когда-то в 60-х, я, естественно, его не помню, да, помню, я КВН, который появился снова, уже возрождённый в 3686 году. И я помню, как боролись команды, протестовали, например, команда Одессы отказывалась выходить на финал КВН, если он не будет в прямой трансляции. Это вот такое было в 87-м году, сезон 86-87, вот финал 87-го года, и команда КВН Одессы отказывалась выходить на игру. И это прямо стало достоянием общественности. Тогда уже были все передачи в прямом эфире, а Масляковский КВН пытался быть не в прямом, чтобы, естественно, не поругаться с какой-то властью. Поэтому он как раз-таки свободу слова исключительно душил, если говорить про Маслякова. Эпоха была тогда такая, что она увеличилась от свободы слова. Но на своей передаче КВН никогда не был передовым в плане свободы слова. У него был юмор, это да, но передовым в плане свободы слова были взгляды там и ещё много чего, но точно не КВН. Вот. Это раз. Второе. Поэтому никогда он не был, то есть его там задушили, он всегда отражал то, как хочет партия, так сказать. То есть когда разрешали из ЦК КПСС вести в прямом эфире, тогда и происходило, а так-то нет. Острые шутки, кстати, убирались всегда. Это прям всегда и прям лично Масляковым, никем. Дальше. Опять, когда это поручалось, когда он видел, что сейчас, наоборот, надо остро, ему, значит, там партия дай порулить и так далее. Команды КВН сами были, вот сами КВНщики были этим оплотным свободой слова, но не телевизионная структура под названием КВН. Вот сегодня тоже у меня там общие друзья, которые тоже участвовали во всём этом, пишут, но ведь мы благодарны, должно быть, ему, что он, это его детище КВН. Да я не согласен с тем, что его детище КВН. Телевизионные там передачи, ну да. Но я играл в КВН, когда у Маслякова не было КВНа. То есть в 85-м году я играл в КВН внутри Политехнического института на День физика. А тогда не было никакого КВНа по телевизору. Это просто сохранилась традиция 60-х годов, институтская традиция, и она жила. У нас был КВН, я когда первый раз его увидел, я обалдел от смелости, интересности и так далее. То есть для меня, вот я только что школу закончил, пришёл в институт, а там вау, на Дне физика такие, КВН, что мне очень захотелось в этом участвовать. Я его ещё не видел в телевизоре, никогда, ну 60-х я не видел, а 80-х ещё не было. Поэтому это была традиция студенческая, которая жила. Это всё равно, что уверять, что не знаю там. Ну вот какой-то оператор снял концерт в Политехническом, помните, да, где Евтушенко, там Вознесенский и так далее. Но мы же точно не этого оператора, и не помним, кстати, имени продюсера этого концерта. Мы помним этих поэтов, да, это мы помним. И говорить, что это вот какой-то оператор подарил нам Вознесенского и Евтушенко, ну неуместно, мне кажется. Вся эта структура. Если вы спросите у ребят, которые играли, кстати, в КВН, которые постарше немного меня, я уверен, что те, кто появился, вот, кстати, одесситы, если у них узнать. Да, они в 86-м году пришли и стали звёздами телевизионного КВН. А где они были в 83-м? Я уверен, что играли в КВН в Одессе. Вот уверен, что играли в КВН в Одессе, играли в КВН между городами, как у нас, кстати. Это была ещё стройотрядовская традиция, играть между стройотрядами у нас, например, и так далее. Поэтому не надо туда присваивать всё это самое, то, что он чем-то владел. Ну, как бы это как приписывать, не знаю, царю там Николаю такому-то или там Александру какому-то то, что Пушкин написал Евгению Онегину. Ну, это Пушкин написал Евгению Онегину, а не Николай какой-то разрешил его опубликовать. Поэтому, конечно, запомнить Маслякова, мне кажется, нужно как человека, который ни одного слова не сказал в поддержку КВНщиков. Мы хоть раз слышали? Мы слышали о том, как он душил КВНщиков? Слышали. Вот прям слышали. О том, как поддерживал он, как он поддержал КВНщиков. Конкретно развитие каких-то людей. Мы слышали, что он вложил своих развитий, так сказать, душой своей и поддержал. Нет. Я слышал, например, интервью с Гариком Харламовым, который, наверное, самый смешной человек в России. Ну, честно, последние там 10-15 лет, это из комедиклаба «Человек». Вот он действительно самый лучший комик России. Я думаю, что многие... Кстати, его там даже в вопросах признавали, как самый смешной человек в России, комический. Его выгнал из КВН, Масляков выгнал. За что? Что он, оказывается, пошел там вести на Первом канале какую-то передачу, играя в КВН, в смысле, однажды с кем-то вместе провел, там, жуди какой-то пошел. Его выгнали. Лучшего, самого смешного. То есть, ну, здравствуйте, пожалуйста. Кстати, благодаря этому появился комедиклаб в результате в России. Нет, поэтому видеть в нем какого-то родителя прям за юмор и за свободу слова, да ни в коем случае, никогда в жизни. А лично про него, как про человека, я его, знаете, ничего не могу сказать, потому что я там несколько раз играю всего несколько... Вот у Маслякова конкретно в программе я играл два раза, но я с ним ни разу не общался, потому что, честно, желания вообще ни малейшего не возникало. Ну, то есть, в каком-то общем кругу да, а так вот что? Начинать с ним общаться, я не видел в нем нисколько интересного человека, честно говоря. Мне кажется, что эта смерть как бы закрывает ту эпоху постсоветского юмора, которого больше нет, потому что мы знаем, что там часть, небольшая часть, но такая достойная юмористов уехала, стендаперов, и мы знаем их имена, а все остальные работают сегодня на путинскую власть, шутят про Путина, про его, так сказать, гениальность, про СВО и про многое другое. И на этом, мне кажется, вот сама идея юмора как свободомыслие в России закончена. Ну, во-первых, я бы сказал бы одновременно и больше, и немножко меньше. Значит, если брать им, давайте так, на мой взгляд, смерть Мусликова и смерть КВН, действительно, это смерть советского, прямо юмора советского, даже не совсем постсоветского. Потому что он, ведь лучшие годы КВН, то есть те самые яркие, когда все это цитировали, прямо вот расходилось на цитаты, это все-таки был еще Советский Союз, это сезоны там с 86-го по там какой-нибудь 92-й год, когда Новосибирск стал чемпионом, да, это все-таки классические команды. Потом это перешло уже в разряд юмора, но именно юмора, а не сатиры. То есть КВН постсоветский, он почти не сатирический. Ну, хотя был там еще ранний Хасбулард какой-нибудь, до 93-го года, может быть. Вот. А потом это уже чисто юмор, а не сатиры тут, что важно, да, они перестали быть сатирой. И почему для меня это как бы символичное что-то очень важное, вот это и смех, и грех, но так уж произошло. Всего раз в неделю я веду стримы в прямом эфире, да, раз в неделю у себя на канале стрим в прямом эфире. Значит, когда я провел первый в жизни стрим у себя на канале, это было 30 августа 2022 года. Во время стрима умер Горбачев, прямо во время стрима. И мне написали зрители, Горбачев умер, и передача стала про Горбачева. А вчера во время стрима умер Масляков, прямо во время стрима. И мне, значит, пишут, Масляков умер. У меня советская эпоха уходит прямо во время моих вот этих самых стримов. Причем именно позднесоветская. Не позднесоветская, а позднесоветская. Вот Горбачев, президент СССР, первый и последний президент СССР, умирает на моем стриме. Первый и последний президент КВН Александр Музлюков умирает на моем стриме. Вот, поэтому действительно это закрытие определенной эпохи. Сосредоточиться, на каком-то вашем стриме умер, наконец, Путин. Да, есть такая задача. Есть такая задача, у меня еще умер, вы будете смеяться, у меня еще татарского Владлена убили во время моего стрима. Прямо во время стрима убили татарского. То есть у меня вообще хорошая традиция в этом смысле. Но КВН, ведь это же уникальная история, уникальная советская история. Вы же понимаете, что ни в одной стране мира КВНа нет, не в советской. Ну, нигде. У меня же в Америке КВНа. И в Израиле нет КВНа. Он появился, его привезли, русские там поиграли и так далее. Вот, кстати, вот уже где я точно принял участие, это в израильском КВНе. Я лично играл в первой игре КВН, которая проходила в Израиле. Вообще первая. Это было в 1692 году. КВН между Тель-Авивским университетом и университетом Бар-Элан. Ну, такие два в центре страны крупнейших университетов. Это была первая игра в КВН в Израиле. Где огромный зал, все дела и так далее. И дальше уже чемпионат Израиля от этого пошел, там, все это мы и дело начинали. Но оно же приехало, в Израиль уже у израильтян не было. И мы им, когда на иврит переводили, что это такое. Вот мы потом по телевизору это все снималось, по телевизору не показывалось. Но мы каждый раз вынуждены были все, вот прямо сначала объяснять, откуда. А почему для них это дичь, знаете, для израильтян? Почему КВН это дичь? А они не могли прямо понять, что мы делаем и почему. Говорю, подождите. Ты, говорит, на каком факультете учишься? Я говорю, математики. Так а зачем ты идешь на какую-то сцену заниматься каким-то юмором? Ты же математикой, правильно? Ну, потому что если ты собираешься заниматься юмором на сцене, вот же есть сценический, правильно? Вот есть театральный, вот есть сценаристский. Все же есть. В смысле, а вот факультет кино и телевизора. Да, это только наши театральные студии различные, КВН. Так а почему она такая? Она такая потому, что у нас нельзя было, запрещено было. Ну что, я хотел что, учиться на аэродинамике? Да нет, конечно, я в театральный хотел. Ну, я же знал, что меня туда не возьмут, а я не хотел никакую аэродинамику. И сколько людей не хотело никакую аэродинамику, да? А если уж брать евреев как отдельный класс, так сказать, в этом смысле, что прям все евреи хотели учиться на математиков? Да здрасте, пожалуйста. Кто-то хотел быть журналистом, кто-то хотел пойти в литературный институт, кто-то там... А их туда не брали просто, у нас никого не брали. А в Израиле ужас. Вы знаете, что я выяснил в Израиле? В Израиле евреев берут на сценаристов учиться, на актеров, на художников. Пожалуйста. Это специально для тех, у кого сохранилась хоть какая-то тоска по Советскому Союзу, потому что в Советском Союзе было именно так все. Именно так. Масса моих друзей не смогли поступить, куда они хотели. Уезжали, скажем, из Украины в Москву, поступали на математические факультеты именно по этой причине. Это правда. Ну, друзья мои, это была дичь. И, наверное, сейчас мы боремся, это наша последняя борьба за окончательный и полный уход и развал советской системы. Я думаю, что эта война в том числе и за это тоже. Михаил, огромное вам спасибо, огромное. Мы желаем вам прекрасного отпуска. Я знаю, что несколько недель вас не будут на дичи, но мы вас ждем. Спасибо большое. Спасибо. Привозите нам побольше дичи. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.